Готова освободить этот шикарный дом. Крейв, подожди, я расскажу тебе как все было. Мы долго ждали эту схватку, дамы и господа. И вот они сошлись сегодня. Одним солнечным утром наши друзья сидели во дворе и обсуждали приближающийся бой Миры. Не переживайте, я постараюсь справиться. Мира, мы все понимаем, что цунами очень опасный противник. Да, еще тот тип. Его преимущество это скорость и опыт. Но что ей делать? Она же может отказаться от этого боя. Нет, Миша, не может. Заявленные участники не имеют права отказываться. Но у меня есть план. Сегодня ночью мы идем отсюда. Уйдем далеко-далеко, никто не найдет. Ха, отличный план, сестрица. Мы сбежим отсюда. Что? Нет, это плохой план, Белль. Я не собираюсь никуда уходить. Я не собираюсь порочить свое имя и имя моего отца. Это мой бой, и я пойду до конца. Но, Мира, речь идет о твоей жизни. Глупо просто так терять ее. Это даже не обсуждается, Белль. Я пойду до конца. Мира, ты нам стала как сестра. Давай убежим отсюда. Ты никому из них ничего не должна. Я знаю, Бен, я к вам тоже привязалась. Но это мой путь. Внезапно к ним подошел Лис, один из организаторов боев на арене. Добрый вечер. Ну как, наш чемпион? Готов к завтрашнему сражению. Надеюсь, он не боится? Наша скала ничего и никого не боится. Так что спрячь свои сомнения. А что скажешь ты, скала, готова освободить этот шикарный дом? Я не собираюсь отсюда уходить, Лис. Что ж, тогда до завтра. Это будет зрелищный бой. И Лис отправился от них прочь. Даже он понимал, что скорее всего для мира это будет последний бой. Тем временем сбежавшие Грейв и Ленни шли по лесу. Ленни, так ты говоришь, раньше эти земли принадлежали вашей стае волков? Да, Грейв. А потом сюда стали приходить другие животные и веселять потихоньку нас. Еще мой дед не мог с этим смириться. И отец тоже. Но твою жену, Грейв, мы не убивали, поверь. Но я ведь видел Ленни. Тот вечер она еще не пришла домой. И тогда я пошел по пляжу искать ее. И увидел, как на скале стоит она и какой-то волк. Они о чем-то громко разговаривали. Я подумал, что она просит этого волка не убивать ее. Я решил кинуться туда, но не успел. Этот волк столкнул ее со скалы. Я не мог в это поверить, что моей Джеи больше нет. С тех пор, Ленни, я презираю твоего отца и всю твою стаю. О нет, Грейв, подожди. Я расскажу тебе, как все было. Я знаю, послушай меня. Я слушаю тебя. Когда я была маленькая, мама мне рассказывала сказку о дружбе, о двух подружках, Рэй и Джей. Они дружили в тайне, потому что их семьи враждовали. Рэй и Джей с самого детства были вместе. Они в тайне убегали из дома и вместе играли. И когда они выросли, они все равно продолжали общаться. Могли всю ночь просидеть на скале и болтать о чем угодно. Они мечтали помирить их семьи. Но как-то раз случилось так, что они поругались. Рэй кричала, что Джей – самая худшая подружка, что была у нее. А Джей сказала, что вообще жалеет, что познакомилась с Рэй. Они очень эмоционально сподили. И в один момент Джей сорвалась со скалы. Рэй пыталась ей помочь. Кричала «Держись!», но Джей не удержалась. Она лишь успела прошептать «Прости!» и упала. Рэй не могла в это поверить. Она была в ужасе. Она поняла, что если бы не было этой глупой ссоры, Джей была бы жива. И до конца своих дней она винила во всем себя. Лишь спустя несколько лет я поняла, что Рэй – это моя мама, Рэйчел. А Джей – это та самая жена пингвина Грейва. Я поняла, почему моя мама всегда была такая грустная и угрюмая. О, Ленни, я не знала об этом. Джей действительно мне ничего не рассказывала. Это ужасно. Теперь вы знаете правду, Грейв? Да, Ленни. Спасибо, что ты мне все рассказала. Внезапно они услышали, как кто-то к ним приближается. Это был Леопард. Эй, привет. Веселенькая сегодня будет битва. А что, мы не собираемся драться с вами? Со мной? Нет. Я про битву на арене. Колизея. Разве вы не туда идете? О, нет. Нет, мы шли мимо. Что ж, это грустно пропустить свержение одного чемпиона другим. Эта девчонка-носорог засиделась на пьедестале. Вы сказали носорог? Да. Когда она проиграет? Вот тут-то я и разберусь с ее дружками. Ну да ладно, заболтался я с вами. Мне пора. Удачи. До свидания. Вы слышали, Грейв? Он сказал носорог девчонка. А вдруг это дочь Нетта? Да, Ленни. Кажется, нам тоже нужно двигаться в ту сторону. Значит, не зря мне тогда Лукашка говорила про этот Колизей. Итак, наши друзья утром отправились в путь на арену. Мира, я все понимаю. Но все же спрошу. Ты точно не передумала? Нет, Белль. И больше не задавай мне этих вопросов. Наши друзья добрались до арены. Гиены хотели попытаться снова отговорить миру от боя. Но они понимали, что это бессмысленно. И все отправились вперед. Внутри арены их встретил Лис. О, а я думал, вы уже не придете. Не говори глупости, Лис. Это важный бой. Ну что ж, удачи. Дамы и господа. Сегодня на арене два чемпиона. Действующий чемпион. Непревзойденная. Непоколебимая. Скала. А также всем известный нам разрушитель цунами. Ну что же, бой начинается. Мы долго ждали эту схватку, дамы и господа. И вот они сошлись сегодня. Посмотрите, скала снова выбирает свою тактику. Она идет на противника и рушит своим рогом всех на пути. Но цунами просто так не одолеть. Он использует свой фирменный прыжок, из-за которого все его и прозвали цунами. В скале трудно сориентироваться. Она не ожидала такого. Но вот он приземляется и скала наносит тяжелый удар своим рогом. Цунами ранен, но он снова взмывает вверх. Он хочет утомить своего соперника. Но у скалы очень тяжелый удар. Но что происходит, посмотрите. Неужели скала выдохлась? Неужели цунами удалось утомить своего соперника? А тем временем к арене подбегал Серый и его стая. Так вы говорите, скала это носорог девчонка. Пойдем посмотрим, кто она такая. Волки зашли в здание. И Серый увидел, как на арене один из бойцов лежит раненый и не может встать. Он узнал в этом бойце дочь Нета. Это она. Но внезапно на трибуне увидел Ленни. Ленни, ты здесь? Папа, это ты. Я так рада тебя видеть. Мне сказали, что ты у носорогов. Ленни рассказала отцу, как их спасла от плена девочка-носорог Энни. Что теперь они с Грейвом ищут его сына и дочь Нета. Я тоже искал дочь Нета. Но теперь, когда ты здесь со мной, мы можем отправляться домой. Заодно скажем Нету, что его дочь здесь, на арене. Так это правда та самая Мира? Да, это она. Но отец, она ранена. И этот цунами сейчас ее убьет. Мы должны что-то сделать. На арене действительно лежала раненая Мира. И цунами собирался нанести последний удар. Серый приказал своим соплеменникам следовать за ним. Волки забежали на арену и подошли к бойцам. Серый сказал цунами, чтобы он отошел от Миры и не трогал ее. Возмущенный цунами ухмельнулся и сказал, чтобы Серый убирался отсюда. Тогда Серый обратился к ведущему этого боя. Я забираю скалу, потому что моя стая ответственна за жизнь этой девочки. И никто нам не помешает. Серый приказал своим волкам увезти Миру. К вожаку волков подошел один из организаторов боев. Ты не можешь просто так забрать ее. Она боец, и она дала согласие на участие. Она должна сразиться до конца. Она не будет сражаться. Этот боец ребенок. А еще у нее есть своя семья. Таких же больших носорогов. Я думаю, вы не хотите проблем. Прощайте. И волки повели Миру к выходу. Раненая Мира не понимала, почему те звери, которые когда-то на нее напали, спасают ее от смерти. Ленни и Грей хотели познакомиться с Мирой и все рассказать. Но Серый сказал, что нужно убираться отсюда. У выхода они увидели Гиен и Мишу. Грейв не поверил своему счастью. Миша, сынок, это ты. Отец Ленни. Вот это встреча. Миша, как я рада, что с тобой все хорошо. Я знаю, ты искал меня. Ты такой смелый. Да, Ленни, я так переживал за тебя. Гиены также были счастливы, что с Мирой все в порядке. Они благодарили стаю волков за то, что те спасли Миру от кровожадных лап цунами. После чего они все вместе побрели прочь от этого здания, которое все называют Колизей. На одном из путей ребята попрощались с Гиенами. И Мира и Миша поблагодарили ребят за то, что те помогли им выжить в этом диком мире. Мира не хотела расставаться со своими друзьями, но они решили идти своим путем. И вот, наконец-таки, они добрались до пещеры Носорогов. Когда Нед увидел свою дочь, он не поверил глазам. Мира подбежала к отцу и обняла его. Серый сказал. Ну что же, Нед, твоя дочь целая невредима. Ты привел мою дочь, зная, что твоя дочь не у нас в плену. Я решил, что так будет правильнее. Тогда Грейф перебил и сказал. Я полагаю, что самое время объявить мир. Я согласен. Ведь наши дети дружат. Так почему же мы тогда воюем? Слово за тобой, Серый. Наверное, в этом есть доля мудрости. Значит, мир. Вожак Серый понимал, что то время, когда этими землями владели волки, прошло. И как бы ему не хотелось, но ему придется признать другие племена на этой земле. А наши маленькие друзья стали часто собираться вместе и весело проводить время. Я так счастлива, что ваше приключение закончилось хорошо. Это правда, Лукашка. А еще у нас появились две классные подружки, Мира и Энни. Да, вы бы видели, как Мира сражалась с этим саблезубым. О да, больше никогда не буду тратся. Ну и правильно. Но видели бы вы домяру, где мы жили. Ух ты, расскажите нам. Сейчас расскажу. Итак, парни, кажется, мы на месте. Сделаем сюрприз. Добрый вечер, вы, наверное, Нед, отец Миры. Да точно он, смотри, у него кольцо в ухе. Вы кто такие? О, а здесь просторненько. Ну не коттедж, конечно, как у нас был. Но ничего, сойдет. Чур я у стенки сплю. А тут уютненько. Леопард нас здесь точно не найдет. Нед, да кто они такие? Что они себе позволяют? Ах, простите, мы не представились. Так невежливо получилось. Я Белль. Это Бен и Дэдди. Мы друзья вашей дочери Миры. Мы вместе жили. Она приглашала нас к себе. Вот и мы пришли. Вы же не против? Она сказала, вы добрый. Нед, они будут с нами? Георги, это друзья моей дочери. Она будет рада им. Ну что ж, добро пожаловать.